всем здравствуйте рада приветствовать вас на своих на своем канале на своих каналах да и на своих каналах ты еще не подписался на мой второй канал подписывайтесь ссылка под этим роликом сегодня мы с вами будем смотреть расклад на профессионально финансовую скажем так сферу давно такого расклада не было выбираете позиции камешки перед вами вот а мы с вами сразу приступим так приготовил здесь разные колоды которые возможно пригодятся возможно нет так убираем в сторонку эти два и у нас позиция номер один голубенький камешку своего положил чтобы видно было что сейчас происходит у вас на работе знаете сейчас я уточню так теперь понятнее потому что сразу карты полностью как будто бы все не раскрыли что сейчас происходит сейчас происходят даже не то чтобы какие-то изменения они хочется сказать некое такое выравнивание выравнивание каких-то процессов что-то пошло не так до либо возможно вы уже как-то повзрослели и здесь необходимо были какие-то перемены ощущения того что вот ваша ценность она как будто бы возросла и вот под новую вас либо под новую вас нужно было как-то вот всю структуру изменить здесь неважно работаете вы на себя либо на наемной работе вот здесь вот ощущение того что вы как будто бы стали другим человеком и вот искажения которые в силу вашего роста развития произошли они должны были измениться ощущение того что ваши вибрации вибрации вашей работы они разбалансировались они уже были не в унисон ну это когда вы ваша фигура ваше тело меняет объемы то ваша прежняя одежда она либо становится больше да либо ну если вы похудели например если поправились то как-то вот то становится тесно и вот вам надо как будто бы перешить эту новую одежду под вас здесь вот ощущение чего-то такого что произошли какие-то изменения и аркан справедливости говорит о неком таком выравнивание сейчас сонастройки в вас с теми энергиями с теми вибрациями которые находятся на вашей работе и это все как-то направлено на непосредственно на будущее на развитие но вот в этом развитии как будто бы был момент некой стагнации неразвития и вот его сейчас да здесь дать как был был рост потом ничего не развивалась причем был какой-то вот большая активность большой всплеск энергии потом ничего не развивалась как-то зависла и этот период какого-то затишье тогда вроде бы ничего не происходит вот в этом затишье как-то мне идет как бы так сказать картин здесь по энергиям что-то такое огненное очень страстная прямо такой как ком огненного шара который на больших скоростях несется где-то в пространстве в космосе и вдруг набирает обороты вы знаете вот превращается как солнце что ли что-то такое и потом попадает в какой-то то ли межвремени а то ли межпространство и он зависает и вот кажется что ничего не происходит но вот в этом зависание он продолжает действие то есть он как будто бы не он активно этот ком движется а его пространство как будто бы передвигает здесь я не могу объяснить какими-то более понятными словами то что происходит на энергетическом уровне с вами то есть вы как будто бы попали в некий вакуум и вам кажется что вот в этом вакууме вы находитесь без движья но в нем невозможно вам проявлять никакую активность потому что ваша энергия она не работает и знаете вот как свободный полет когда птица набирает высоту она очень активно машет крыльями а потом она славливает какой-то поток ветра до воздушный какой-то поток и вот этот вот поток ее выносит в этом потоке она не может махать крыльями она находится в таком знаете она только может пилотировать вот вы здесь даже пилотировать не можете на вас вот этот вот поток вот этот вот вакуум он выведет сам туда куда вам нужно верховную жрицу это ощущение того что вы находитесь в точке а вы разговариваете на понятном вам языке да ну условно говоря на русском а потом вы должны попасть в точку бы куда-нибудь за границу да я не знаю условно говоря в испанию да или кто-то там в азию в египет хочет поехать вот для того чтобы попасть точку бы вы садитесь самолет самолете никто ни на каком языке не разговаривает и вам не нужно и разговаривать на каком-то языке вы просто молчите вот в этом молчании в этой тишине вы прибываете для того чтобы потом по по прилету до посадки в нужной вам стране вы заговорили на том языке той страны в которой вы находитесь вот здесь образно говоря происходит сейчас что-то такое я думаю нужно ли сейчас давайте все таки я уточню на более понятным вам не на энергетическом а как-то вот более на определенном что ли на бытовом уровне как эта ситуация развивается опять движение такое ощущение у вас здесь опять-таки говорю на бытовом а происходит по ощущениям энергетическим просто я так карты читаю что идет некое такое движение и вы столкнулись с тем моментом когда вам кажется что вас как будто бы обманывают вот как будто бы сейчас происходит какой-то обман обман как-то связанные с вашими деньгами либо с какой-то вот стабильностью и вам как будто бы дали сейчас знаете период на то чтобы вы отвлеклись и на какой-то вот свое детство что ли как-то вот чем-то другим позанимались что вы переключились здесь вам нужно переключиться что это за обман могу понять с чем он связан а вот башня с тем что должно произойти разрушение должно разрушиться то что не имеет почвы под собой да то что выстроено было не совсем верно да и вот здесь украина верховная жрица и говорит о ней такой тайны до когда вы не понимаете что именно рушится какие именно вот здесь вот по справедливости какие именно выравнивание какие именно процессы происходит и поскольку вы сейчас это не понимаете вам кажется что вот у вас либо с финансами какие-то сложности да либо вот как-то не идете в развитии да но не получаете дополнительного дохода как бы вы не прикладывали сейчас усилия то чтобы вы сейчас не делали да здесь ощущение того что идет разрушение того фундамента того процесса как вы раньше работали что вы делали и вот вот в это в этот момент разрушения вам говорят что вам вообще не нужно париться и нужно переключиться на солнышко вообще на что-то другое либо отдохнуть либо там не знаю поехать куда-то в отпуск либо просто радоваться наслаждаться жизни и вот это вот кажется каким-то таким знаете абсурдным моментом то есть мне условно говоря трудно как-то с работой да я не совсем понимаю что сейчас происходит мне как будто бы говорят что нужно переключиться да то есть не зацикливайся на работе а займись тем что тебе будет приносить удовольствие наслаждение радость то есть переключить на что-то другое и здесь вот возникает такой ну диссонанс то есть а как так как можно переключиться на что-то другое когда вот как говорится но у меня в жизни не очень-то хорошо ну вот как-то здесь карты показывают такой момент хорошо ну исходя из этого да уже следующий ответ на вопрос получаете ли вы столько сколько вкладываете да сразу я чисто логически можно сказать что нет ну все равно давайте так быстро все равно давайте посмотрим получаете ли вы на работе столько сколько вы вкладываетесь но четверка педакли говорит нет да здесь скорее вы стараетесь либо как-то вот экономить да либо сохранить то что уже когда-то было нажито да и здесь вот как раз таки появляются всевозможные искушения по дьяволу да как-то неожиданно сразу появляются какие-то желания которые которых раньше вообще не было то есть казалось бы и так сложно финансово а тут еще и появляются желания на которые возможно нужные деньги а финансов нету и вот как искушение на вот здесь вот ощущение еще большей ну я не хочу быть никчемности но того что блин мне и так нету денег а тут еще я это мне в неожиданно захотелось это неожиданно захотелось так получаете ли вы нет не получаете вот здесь вот возвращаетесь прошлое да и понимаете что вот как-то либо разрушена вот башня у нас идет видите на повторе либо разрушена либо ну тот формат как вы зарабатывали либо вы четко понимаете уже где-то на интуитивном уровне что так как раньше уже не получится ну не получается да то есть не работает система если допустим к вам приходили раньше клиенты то сейчас они не приходят по той же самой схеме то есть надо придумать какую-то другую схему если то как вы раньше зарабатывали здесь получается так что что-то на работе могут может происходить какие-то перемены я не знаю может быть в иерархии может быть вообще формате вам говорят что нужно как-то на работе обновиться да и возможно но то ли знаний не хватает вам какой-то вот здесь вот обновление это знаете как этот моделях телефона вроде бы старый телефон год одного года давности до работает но в дот вышла более новое такая усовершенная модель вот и на ее фоне телефон который был годичной давности уже он как-то вот кажется устарел вот здесь вот что-то такое вы понимаете что это не работает то есть как а вы как-то знаете все равно еще продолжаете работать по старому вкладываетесь вкладываете свои силы как вот по старому так как работала у вас раньше она не работает и вы в недоумении давние годование а что произошло но почему не работает я ведь все дело по той модели либо все дел в которой работа а сейчас это как-то не ну не получается поэтому вы не получаете столько сколько вы вкладываете спрашиваю в чем причина здесь вот вы переживаете да и вот не случайно тройка мечей легла под солнцем то есть вам здесь не нужно как-то знаете эмоционально включаться в этот вопрос наоборот вместо того чтобы ваша энергия понижались вам их нужно повышать потому что только на высоких энергиях вы сможете увидеть новый формат вы сможете понять и увидеть всю картинку целиком полностью того что происходит то есть пока вы ходите по лабиринту своего сознания вам это будет казаться безвыходной ситуации но стоит вам только как птица взлететь и посмотреть глазами сокола сверху с полета такого небесного дату вся картинка и все становится понятным и ясным как на ладошке там вы увидите всю картинку целиком для того чтобы вам взлететь увидеть эту картинку вам нужно поднимать вибрации а вы сейчас очень сильно огорчены и расстроены по поводу того что не получается поэтому здесь вопрос не в том что там там заслуживаете вы или не заслуживаете здесь просто идут корректировка либо калибровка каких-то моментов развития вашего здесь вообще не имеет никакого отношения ни к деньгам ни к финансам ни к вашему профессионализму здесь напрямую речь идет о становлении вас как личности под вашу новую личность которую сейчас как-то формирует создают хочется сказать перезаписывают все должно подстроиться и поэтому ясное дело что ничего не будет работать что вам нужно сделать вот сейчас продолжать знаете вот опять тройка кубка видите тройка кубков у нас говорит про легкость про легкие энергии вот не надо негативно как-то сотрясать пространство надо наоборот как-то вот мечтать о каком-то расширении ну вот как-то более глобально что ли масштабно мечтать с одной стороны а с другой стороны аркан звезды у нас говорит о чистоте о состоянии души о воодушевлении то есть здесь как будто вы знаете акцент сейчас идет на то чтобы вы как-то наполнили свою душу вот дали ей то что ей хочется не думали о о чем-то таком земном бытовом простом здесь не то что вот вам надо пойти в духовность а здесь вам нужно ощущать какие-то потребности вашей души вот есть какая-то жажда причем эта жажда вашего состояния души она может выражаться в каком-то знаете вот как как в еде да то есть есть вот постоянно какая-то потребность что-то съесть вот бывает так у маленьких детей да или вот у беременных когда не хватает озвействия как по-русски я не знаю боже у меня просто картинка идет как маленький ребенок ковыряет стенку вот для того чтобы вот этот вот мел да то что есть в стене в этой ну белые краски не знаю как там что съедает вот здесь что-то такое то есть как у вас могут появиться какие-то вкусовые потребности да как как вот у беременных что-то такое необычное съесть и это вот как раз это и будет показатель того что вашей душе что-то не хватает через ну ясное дело что она амортная да это другое состояние но физическом теле она будет проявляться через какие-то не иррациональные давайте так скажу потребности да то есть съесть например там я не знаю ну на солененькое но не на огурчике а вот на мурашей на дереве да вот как дети в детстве и едят либо попробовать пожевать какую-то смолу от дерева то есть вот какие-то такие вот необычные потребности пускай они вам не кажется не ну то есть не отвергайте этого вот здесь вот какое-то такое ощущение что вас будет все время тянуть на что-то такое необычное это как будто бы показатель того что идется настройка и вот то что вам необходимо да возможно какие-то микроэлементы да металлы то что необходимо телу как будто бы вот прям идет вот это вот выравнивание но первично она идет на энергетическом уровне может быть вам захочется посмотреть какие-то фильмы либо что-то какой-то вот как такой необычный запах вот вас потянет может быть на какой-то аромат либо на какие-то я не знаю цветы экзотические вот что-то такое вы почувствуете вот это вот какой-то потребность совсем вам не свойственны вот это вот и будет показатель того что вот идет какая-то такая сонастройка поэтому вам нужно обратить внимание именно на свои внутренние ощущения на переживания я не имею ввиду эмоции я имею ввиду вот то что какие желания у вас будут появляться там я не знаю может быть что-то написать может быть что-то создать что-то сделать что-то посмотреть вот делайте сейчас то есть не задумывайте скорее всего о своей профессиональной деятельности я не говорю о том что вы не ходили на работу да то есть но делайте то что вы делаете потому что в любом случае вас выведет туда куда нужно чтобы вы не переживали чтобы вы не западали в низкие какие-то энергии прислушивайтесь и фокусируйтесь больше на себе на своих эмоциях на своих внутренних желаниях и делайте то что вы хотите может быть там я не знаю захотите какие-то языки изучить либо у вас появится какая-то потребность там ну вот где-то в чем-то покопаться я имею ввиду в интернете в какой-то информации да вот просто это сделать то есть не задумайтесь а зачем мне это как я в дальнейшем это смогу использовать нет то есть не включайте голову здесь вам вообще не про это вы а здесь ощущение того что вас просто будут переключать на что-то и вот это вот что-то оно будет необъяснимо головой вам и не надо это понимать вам надо просто это сделать вот просто довериться и сделать вот здесь вот так было да как-то так было так это у нас была с вами первая позиция мы с вами по переходе к позиции номер два красненькому камешку что сейчас у вас двойки происходит с работой либо на работе здесь идет активность какая-то то есть какой то такое знаете яркая вспышка всплеск как будто бы в последний момент знаете поставили вам план на пятилетку который нужно выполнить там я не знаю за три дня и здесь такое ощущение что как будто бы желание не туда настроение как-то не очень есть на работе вот все кипит все как-то движется очень ярко и вы как будто бы через не хочу преодолеваете себя чтобы выполнить какую-то вашу работу то что нужно сделать здесь ощущение того что я хочу побыть в умеренности а мне приходится прикладывать какие-то силы до включать свою силу воли для того чтобы двигаться дальше причем это дальше оно какое-то такое внезапное да внезапное появилось желание либо зарабатывать деньги да либо вот что-то построить либо внезапно какие-то потребности для семьи появились надо что-то сделать ну то есть это может быть даже и отпуск куда-то захотели поехать но допустим рассчитывали на двоих а тут пришлось взять как-то и ребенка на это надо больше деньги вот как-то в последний момент надо заработать больше что-то здесь такое вот такая вот энергия идет спрашиваю что вам нужно преодолевать выпадает император да вот какие-то превзойти свои возможности превзойти какие-то свои рамки с тем что вот спрашиваю с чем это связано с тем что что-то уже завершилось может быть здесь кто-то знаете как-то неожиданно пошел на повышение здесь такое тоже может быть и вот вы это как-то вот для вас вроде бы это в вашем направлении но это что-то такое новое как будет вот ваши полномочия расширились и вам надо как-то действовать по-другому вроде бы вам род деятельности занятия понятен но там есть может быть у вас в отделе было два подчиненных а вдруг стало десять да и вот это вроде бы то же самое но это большее количество людей здесь как-то по-другому нужно действовать вот здесь вот как будто бы вам дали больше независимости может быть начальство ушло куда-то в отпуск да и вот вы как-то ну остались за главным да и вот у вас вроде бы есть свобода действий какая-то независимость но при этом появилась и большая ответственность вот здесь нечто аналогичное происходит у вас на работе так смотрим дальше получаете ли вы на работе своей столько сколько вы вкладываете здесь кстати так интересно вот на этой колоде выпадала справедливости здесь выпадает справедливость либо как продолжение истории здесь вроде бы так же но по-другому здесь тоже идет идут какие-то изменения но что вот аркан смерти что аркан высшего суда говорит как раз таки о завершении чего-то в прошлом здесь как будто вообще не про заработок а чём здесь речь идет вот здесь я не знаю может быть та же самая по позиции тоже те же самые карты выпадают либо вы смотрели первое теперь пришли на вторую да то есть вот здесь как будто вы знаете вот у меня ощущение того что энергию очень схожие с первой позиции но разница в том что первая позиция она слишком высоко энергетически а здесь как-то вот более приземленно более просто что намного проще как-то вот и энергия она такая более низкого порядка более понятное более приземленное здесь идет какое-то завершение то ли перерасчет вот как при перерасчете идет то есть какие-то выплаты например перед отпуском да вот вам рассчитали все что должны были отдали там отпускные отдали все дни которые вам должны были вот здесь какой-то идет перерасчет либо вы возможно здесь как-то вот ну я не знаю работу потеряли ушли как будто бы с работы что-то здесь закончили и здесь на вопрос получаете ли вы столько сколько вы вкладывать здесь вот как будто бы вам отдали то что должны были вам отдать а дальше вы как будто бы свободны и вольны делать то что хотите причем то что вы хотите оно какие здесь у вас желание на помогу вот выходит как ваши желания знаете здесь как будто бы такое чувство что люди устали от какой-то вот духовности до чего-то такого непонятного и я хочу уже такое вот приземленное структурное да то есть я уже допустим устал работать на себя хочу пойти на наемную работу допускай там будет маленькие деньги меня не устраивает но зато все будет понятно да там например 15 30 я получаю зарплату все я не хочу думать ни о чем да то есть здесь как будто бы вы ну хотите что-то такое земное это с одной стороны а ну вот такой вот что-то такое понятное да то есть не уже не хочется там какие-то свои мечты реализовывать не уже не хочется как-то там искать что-то да вот поиск своего сердца там работа по любви или еще что-то нет то есть знаете вот я хочу чтобы все было как-то понятно понятно ясно без каких-либо заморочек ощущение что человек как будто бы выбрал другое направление в своем пути шел одной дорогой а сейчас как будто бы хочет пойти другой дорогой и это не хорошо и неплохо это просто какой-то другой путь в котором вы готовы знаете как-то ну здесь здесь есть решительность да то есть я все я принял решение я готов вот двигаться так как так как хочу вот ощущение того чтобы как все все я буду делать как все то есть как как хотел не получилось но теперь буду делать как все и и на вопрос получаете ли вы столько сколько вкладываете здесь у меня такое ощущение что вы ну вот как будто бы не получаете вот здесь нету каких-то денег они могут быть на перспективу но сейчас как будто бы нет то ли в отпуске то ли вот вы в поиске работы почему здесь так показывают ну вот четверка кубков потому что ничего не происходит в работе то ли я говорю либо вы в отдыхе либо в активном каком-то поиске поиске работы а что вы ищете уже вы сами не знаете да здесь вот как будто бы по отшельнику да то есть я еще четко не определился да безусловно здесь вот хочу работу хочу стабильную хочу постоянную прям вот есть готовность работать вот прям дайте мне работу я просто буду работать вот главное самостоятельно не думать как это все зарабатывать но вот просто хочу знаете шаг один шаг за раз сделать то есть пришел на работу а мне сказали я это сделал закончился рабочий день ушел здесь ощущение того что вы как будто бы сами еще не совсем понимаете что вы хотите здесь вот дьявол здесь такое чувство что вот если вы внимательно посмотрите на эту карту дату здесь вот кукла такая она она вроде бы знаете лежит на руках у этого дьявола да и такое чувство что вот она одним глазом подсматривает открывает типа ты реагируешь на меня я здесь такая вот бедная такая знаете у нее такая поза драматическая то есть ах я как будто бы упала в обморок да для того чтобы привлечь внимание там я не знаю мужчины вот мужчин конечно среагировала и дальше вот она знаете такое ощущение что некое заигрывание я заигрываю для того чтобы сманипулировать этой ситуации и вот это смысл этой карты он говорит о том что я как будто бы с мая еще ничего не понимаю да что я хочу но вот предложите мне что-то да вот предложите и а я просто среагирую здесь вот какой-то просто у вас этап не совсем у меня ощущение что вы как будто бы знаете запутались и причем не просто запутались а как-то вот разочаровались своих поисках и той работы в которой раньше вы делали что-то прикладывали какие-то усилия видимо у вас не получилось либо вы не знаете как это этого добиться и вот вы как будто бы знаете уже ну я согласна уже на то что мне дадут здесь какая-то вот ощущение безысходности и я уже согласна на любую работу вот какая-то такая энергия прослеживается то есть дайте мне уже хоть что-то поэтому здесь я я я вообще не вижу здесь денег если честно так такая была у нас вторая позиция и мы с вами переходим позиции номер три зеленую кому камешку смотрим смотрим троечки вас что у вас там происходит на работе ну вот у троечка есть какие-то изменения какие-то перемены шансы возможности вот шестерка мечей когда вы движетесь дальше правда переживаете малость да как-то волнуетесь тревожитесь но есть шанс возможность на что-то новое причем это новое по суду обновленная да то есть все что нужно было завершить в прошлом вы как будто бы уже завершили в новое куда идете знаете ну вот прям должно открыть к циво либо уже есть либо вы находите знаете в момент того что пришло ощущение выполнить вот как-то свое предназначение да причем это предназначение вы ощущаете через внутренний какой-то зов вот меня тянет туда я хочу этим заниматься вот здесь как будто бы это то есть понимание того что все что раньше я уже делал да я мне это уже не интересно мне хочется что-то другого из каких-то других своих побуждений уже здесь не корыстные побуждения это знаете когда дети уже выросли вот и ты остаешься наедине с самим собой да то есть все свои по сути обязательства семейные условно говоря ты закончил и у тебя есть время на себя и вот ты задумываешься на тем куда ты хочешь дальше пойти чем ты хочешь заниматься то есть есть вот эти вот возможности и вы здесь вот ощущение того что определяетесь а что я хочу вот но здесь есть причем знаете здесь даже не определение здесь вы четко ощущаете каждый из вас вы понимаете о чем я говорю у вас есть конкретно и конкретный путь по которому вы хотите пойти и здесь многие из вас уже вступили на этот путь уже есть какие-то открылись какие-то дороги да вы уже встали на этот путь но как-то немножечко тревожитесь по этому поводу причем не в плане того что правильно я иду или нет а просто есть какая-то вот некая внутренняя тревожности эмоциональность чем она связана ну вот скорее всего с деньгами насколько получится то что вы хотите да насколько вы насколько это будет иметь продолжительность я бы так сказал да насколько это будет давать свои плоды на сколько я смогу вот в этом все как-то вот расширить себя проявить все свои способности да здесь вот ну здесь у меня такое ощущение что здесь какие-то естественные такие моменты тревожности ну то есть чисто логически да то есть это вполне понятно это вполне объяснимо почему либо за что вы тут тревожитесь и беспокойтесь а что это был за шанс ну вот расширение да пойти в новое причем вы не просто думаете да а вы уже приняли здесь принято решение и вы сделали уже шаг вперед по направлению того куда вы хотели прийти получаете львы на своей работе столько сколько вы вкладываете смотрите как красиво до 3 туза 1 2 3 туза я бы сказала что это к только какие-то начинания и здесь как будто бы не стоит вопрос еще о получении здесь как будто бы еще вопрос стоит о налаживание того что вы решили чем вы решили заниматься это знаете когда вот принимаем например решение да хочу открыть свою там я не знаю парикмахерскую да и вот вы понимаете что надо снять помещение там не надо снять там кресло не знаю что что необходимо какие инструменты купить и ясное дело вы понимаете что на первых порах вы будете уходить ну в идеале в ноль вот как правило всегда мы уходим в некий минус до пока работа сначала требует то есть мы сначала отдаем и на перспективу да когда все это раскрутится она будет окупаться и здесь вы чисто логически вы понимаете что сейчас еще пока не не время чтобы это все окупалось наоборот вы как будто бы тратите потому что здесь смотрите от единицы сразу идет к десятке на здесь здесь достаточно сложно да чтобы вот прям сразу это все работало и вы получали столько сколько вы хотите но у меня по ощущениям того что это вас как-то не очень-то и тревожит вы как будто бы здесь подготовлены понимаете то есть есть а может кто-то начал свой бизнес и при этом в стороне у него есть деньги как-то он подумал да и логично начал свое движение вперед да с учетом того что ну вот первое время не надо как-то на что-то же то есть здесь вот какие-то такие да здесь вы как будто бы определились нас оценили всю ситуацию как вы будете взаимодействовать здесь подумали здесь хорошо продуманный какой-то сценарий да здесь не спонтанное действие было при этом вы понимаете что здесь вот будет вы будете получать до то что вы действительно вот как-то заслужили это будет не сразу это не будет прям ближайший там месяц два-три это будет ой ссори это будет намного позже намного дальше по времени но вы будете здесь будет какая-то стабильность а чем у вас здесь трудности здесь как будто бы еще трудности связаны с тем что вам как будто бы надо что-то завершить из-за вашего прошлого что-то здесь не вы еще как будто бы не настроились на на новую волну да то есть где-то вы возможно как-то себе еще в чем-то представляли что будете получать удовольствие да а здесь скорее всего очень много ответственности и обязательств вот и вот это как-то вас немножко напрягает потому что ну пока еще нету внутреннего какого-то удовлетворения от этого дела да то есть здесь есть еще ожидания каких-то перемен да и вот здесь знаете такое ощущение что я не знаю чего мне еще ждать в будущем да то есть я вроде бы просчитал я вроде бы распланировал все как и должно быть да по мере своих собственных знаний на данном этапе но есть вот это вот ощущение что эти перемены они ну то есть может всплыть еще что то что я еще не знаю к чему я не готов и вот это вот скорее всего как-то какие-то знаете непредвиденные возможны расходы возможно непредвиденные какие-то трудности сложности да и это вот как-то немножко напрягает и мешает вот именно вот этому удовольствие до получать получать наслаждение от того что вы сейчас либо создаете либо занимаетесь этим ну вот такая была у меня и третья позиция так интересно все как будто бы позиции немножко на перспективу на то есть не на сейчас а вот как-то на перспективу идут ну что ж пожелаю вам удачи чтобы все ваши планы свершили чтобы все было в не сон во благо наилучшего блага как для вас так и для всех остальных пожелаю вам всем отличных выходных отдыхайте наполняйтесь энергия и до следующих раскладов всем пока пока